Доброе утро, Александр Дмитрий! О победах наших ялтинских спортсменов мы сегодня поговорим с тренером спортивной школы номер 6, Багаудиновым Альбертом. Альберт Видатович, скажите, пожалуйста, что это был за конкурс? Где он проходил? Значимость этого конкурса и значимость победы наших юниоров? Конкурс проходил 23 февраля в гостинице «Ялта Интурист» в Хрустальном зале. Это конкурс российский категория А. Что такое категория А? Это должно принимать участие как минимум 4 региона Российской Федерации. Это Крым, Севастополь и Краснодар. Были пары из Петербурга, из Волгограда. Возрастная категория пар какая? Возрастная от 7 до взрослых. Взрослые это 19 лет и старше. Что расскажите о нашей паре? Наша пара выступила в категории юниоры 1 Е-класс и заняла второе место в европейской программе танцев. Но это значимая победа? Для нас это очень значимая победа, конечно. Это серьезный результат, тем более, что наш партнер занимается танцами только 4 месяца. 4 месяца, то есть это который занял второе место, да? Да, да, да. То есть такие успехи делают наши танцоры, то есть такие таланты у нас приходят к вам в школу? Очень талантливый мальчик. Мы очень долго ждали, чтобы у нашей девочки, а девочка как раз моя дочь, чтобы у нас появился мальчик, с которым пара может продвигаться. И я сам не ожидал, что результаты будут так быстро к этой паре придут. А скажите, вот большая вообще, сколько занимается детей в школе, вот именно танцами? Ну, мы занимаемся по федеральным стандартам. У нас у каждого тренера должно быть, ну, примерно 42 ученика. Это 3 группы по 14 человек. Если группа тренировочная, то должно быть 10 человек. И вот какие уже соревнования? Где-то мы еще побеждали? Мы везде соревнуемся и попадаем в призы довольно часто. В России где-то на материк мы выезжаем? Собираемся выезжать. Только собираемся? Куда поедем? Что впереди у нас? Обычно, если выезжать на материк, то хочется, конечно, показать там результат. Раньше у нас на материк выезжал наш ученик. Марат. Он же, опять же, наш сын, в котором приходится больше вкладывать. Ну, так получилось, что дети талантливые и занимаются танцами. Он продолжает заниматься, сейчас выступает уже за Краснодар. Приехал недавно с чемпионата России. А сколько сын занимается танцами? С пяти лет. Ему уже девятнадцатый год, он практически каждый день выделяет внимание танцам. Спасибо вам огромное, что вы сегодня это утро провели с нами. Я хочу пожелать, и думаю, все телезрители к нам присоединятся, пожелать и вашим воспитанникам, и вашим детям, больших олимпов спортивных, чтобы и все достижения, и чтобы они прославляли наш Крым. Спасибо вам огромное за это утро. Спасибо вам. Дмитрий, Александра, я передаю вам эстафету хорошего утра и хороших новостей. Спасибо, Вик.